Заработала на чужом добре, аферистка оставила без земли 200 семей. Одной хитрой риэлторше удалось оформить их участки на бомжей и наркоманов, а потом устроить большую распродажу частных владений. Но самое главное, настоящие хозяева об обмане еще не знают. Подробности у нашего корреспондента. Было поле, ничего не было. То есть просто участки нарезанные, да. Купил нарезанный участок, уже готовый. Я даже не знаю, кто продавал. То есть за наличные, зеленкой, все на этот участок есть. Здесь уже вовсю идет строительство коттеджа. Это место люди купили законно. О махинациях с землей до сих пор не знают. Так же, как и настоящие хозяева этого участка. Есть еще и масса собственников, которые не знают о том, что произошло с их участками. На самом деле владельцами они уже не являются. На их участках очень активно строятся другие люди. Оказалось, одна хитрая женщина за определенную плату собрала паспортные данные у бомжей и наркоманов. Оформила документы, и эти люди стали официальными собственниками земли. А потом дама занялась распродажей этих участков. На этом месте, в поселке Колющенец, Малиновка Колющенец, должна была находиться школа и садик. Сейчас участки были нарезаны по-другому и, соответственно, проданы за хорошую достаточно сумму. Это директор честной риэлторской компании. К ним аферистка обратилась, чтобы помогли распродать чужие участки земли. В фирме вскрыли махинации и сотрудничать отказались. Но дама не успокоилась. Только с этой поляны она собрала не корзину ягод, а порядка 4 миллионов рублей. Вот еще один участок. Здесь возвышаются уже два здания. В прошлом году заливали бетон, ну, фундаменты. И вот нынче дом подняли за два месяца. В общей сложности она переоформила две сотни участков. Сейчас этим делом занялась прокуратура. Кстати, подозревают, у нее в сообщниках еще 18 человек. Следствие ведется.